Добро пожаловать на просмотр анализа всей информации, которая вышла в 22 числа, 22 апреля. Это тизер фарминг симулятора 2022. Ребята, да, этот фарминг наконец-то выходит. Выйдет он в четвертом квартале, то есть осенью 2021 года. Точно дата неизвестна, там какой месяц, но мы знаем, что это осень. В один из трех месяцев осенью должна выйти эта игра. 2021 года осталось ждать меньше чем полгода. Эта игра будет поддерживаться как на компьютерах, вот RS, как и на Xbox, PS4, 5. То есть компьютеры и приставки поддерживают эту игру. И что ж, сегодня мы посмотрим тизер, а также скриншоты из игры, которые, наверное, многие не видели. Ну, думаю, многие из вас уже посмотрели тизер, но, возможно, не все. Давайте посмотрим его вместе и посмотрим, может, будут какие-то пасхалки или какие-то вещи, на которые стоит обратить внимание. Итак, смотрим. Буду так вот параллельно ставить все на стоп. Видим, что все начинается с того, что листья, то есть подчеркивает сентябрь, что выйдет где-то осенью. Скорее всего, скорее в сентябре выйдет эта игра. Итак, подул ветер. То есть вот разработчики уже показали, что в игре теперь будут сезоны. Видим, на машине уже снег лежит. На фоне дом какой-то, на котором тоже лежит снег. То есть в игре теперь будет встроенная система смены сезонов года. То есть зима, лето, осень, весна. Все будет идти по порядку. И, в общем, сопровождаться такими вот эффектами крутыми. Что ж, ну вот, это был, собственно, тизер. Это не трейлер, как вы знаете, тизер. Только это, ну, что-то типа анонса, в общем. Вот, и видим снизу, на чем будет поддерживаться эта игра. Что ж, ну а сейчас давайте посмотрим скриншоты. Вот первый скриншот. Это все они взяты официально. Разработчики есть и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в Ютубе, и Твиттере, и ТикТоке. В общем, сайт у них, да, тоже свой есть. Ссылочка на их сайт, кстати, в описании. Вот оттуда я всю информацию брал. Она официальная. Итак, на данной фотографии, ну, как фотографии, скриншоте, мы видим New Holland. Его я и до этого видел в игре. Но советую обратить внимание не на сам комбайн, а на графику. То есть и графика поменялась. Как видим, она стала такая более, что ли, какая-то выпуклая. И немного такая поярче стала. По насыщению контраста стало больше. Теперь эта графика чем-то похожа на графику игры SnowRunner. Зелень можем видеть на заднем плане. Кстати, этот скриншот сделан на одной из двух новых карт, которые будут добавлены в фарминге. В новой версии будут две новые карты. И также переделан Хагенштетт, если не ошибаюсь. Вот одна из новых карт в 19-м фарминге будет переделана. И плюс две новые. Что ж, идем дальше. Здесь у нас коровник и, собственно, сами коровы. Как я вижу, если не ошибаюсь, это новая порода коровы. Теперь они более детальны. Как видим, у них даже прорисованы вот сзади кости. Прямо каждый детальный язык. То есть корова как будто так облизывается. Детальность к животным. И различные анимации к животным тоже добавятся. То есть вот как-то так. Трава, как видим, стала более частой. Насыщенная. Каждая травинка так проработана достаточно хорошо. И это однозначно дело все радует. Что ж, идем к следующему скриншоту. Ну, здесь трактор Месси Фергюсон с селкой. И тоже на новой карте. Почва, почва. Ну, должен сказать, по-моему, сильных изменений я не вижу. Но все же они есть. Также колеса теперь пачкаются более так реалистично. Так мне кажется, по-моему, я думаю, вы согласитесь. Детаризация у техники тоже на высоте. Но эта детаризация совпадает с 19-м фармингом. Также можем увидеть номера на трубе выхлопной у трактора. То есть мы теперь можем, как я понял, регистрировать автомобили. Ну, не автомобили, сельхозтехнику. Но и автомобили, в принципе, точно так. Там и то, и то есть. Что ж, я пытаюсь так во все вглядеться. GPS-навигатор. Вижу персонаж вроде такой же, если не ошибаюсь, женского повода. Вот, в общем. Ну, на этом скриншоте вроде бы все. Идем далее. Здесь я ничего такого прям сверхъестественного не заметил. Фенд. Силы соуборочной. Я не помню, в 19-ке он есть или нет. Именно силы соуборочной. Но силы соуборочной фенды. Трактора фенд есть. Я что-то вообще забыл. Честно, по-моему... По-моему, его там не было. Если я не ошибаюсь, пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Кукуруза. Вот идет сбор кукурузы. Такие вот ее шкропотки упали, можно сказать. То есть, да, здесь каждая деталь теперь отдельно будет идти. Но это, думаю, будет нагружать компьютер. Но, как сказали сами разработчики, игра очень сильно оптимизирована. Они провели оптимизацию лучше, чем в 19-м фарминге. Ну что ж, время покажет. Посмотрим, насколько хорошо будет оптимизирована эта игра. Кстати, еще заметил. Обратите внимание на персонажа в кабине. Как видим, на нем нет волос. Как вы знаете, в фарминге персонажи были только с прической какой-либо. Теперь кастомизация персонажа расширилась. Теперь наш персонаж может быть, по сути, лысым. В общем, как-то так. Ну, это хорошо, я думаю. Следующий скриншот это Джон Дир. В Джон Дире до этого была линейка этих тракторов в фарминге. Ну вот, это, видимо, какая-то другая модель пойдет. Культиватор вроде тот же. Ну да, так, почва стала более детальнее. Текстура такая более приятная, свойственная полю. Текстуры полей поменялись. Также видим дорогу. Дорога такая тоже с разметкой идет. Там какие-то здания стоят. Вдоль дороги трава, деревья. Ну, все как полагаться, в общем. Мне пока что абсолютно все нравится. Следующий скриншот это как раз вот показана работа сезонов. В 22 фарминге. То есть, здесь посмотрим сейчас лето. Это у нас весна, осень и зима. В общем, как-то так. Особенно живописно выглядит осень. Зима чуть-чуть не доработана. Почему? Сейчас скажу. Ну и вот здесь немного карту запалили. Исходя из ангара. Такие ангары свойственны только Америке. Поэтому делаем вывод, что одна из новых карт будет именно американская. В американском стиле. Ну и дальше здесь такой вот красивый постинг. Пост, который они выложили. Ну и тут, правда, не очень хорошее качество. Прошу сразу же прощения. Это у нас чисто все будет зима. Зимнее время суток. Это как раз вот на американской карте. И я вам сказал то, что есть минус у этих сезонов. А он заключается в кустах. Как бы сейчас зима, но кусты все еще зеленые. Хотя листьев уже нет. И деревья покрылись таким нетолстым слоем снега. На девятнашку был такой мод сезона. Там такого не было. А здесь, то есть, эти сезоны будут встроены. Еще и улучшены. Но я думаю, к выходу игры кусты пофиксят. Я так думаю. Ну, в общем, как-то так. Также еще вначале не рассказал, в принципе, то, что будет новое. Ну, в течение видео я рассказывал, но расскажу еще раз. Включу сейчас для фона снова тизер. Итак, игра, как говорю, уже будет очень хорошо оптимизирована. Будет расширен движок игры. Будет добавлены новые возможности в игру. Мир будет более открытый. Возможно, какие-то новые способности нашему персонажу добавятся. Какие именно, я сам не знаю. В игре будут новые бренды техники. Тоже пока еще ничего абсолютно неизвестно. Так как вот буквально вот сегодня, ну, те, кто смотрит видео позже, 22-го числа это было все опубликовано, хозяйство. Поэтому вообще еще никакой информации нет. Вот. Также, как уже говорил, будет добавлено две новые карты. А также улучшена карта, если не ошибаюсь, Ravenport или вторая, которая там в немецком стиле таком. Касаемо звуков. Двигатели, они полностью переработаны. Теперь, когда мы тормозим или переключаем передачу, будет это все сопровождаться звуками. Как вы знаете, в девятнашке, в предыдущих фармингах машина просто ехала и однотонно жужжавая. Теперь звуки будут разные. Добавили много новых звуков фарминг. В общем, как-то так. Но это было вот самое основное все, что я хотел сказать. Ну, графика вы видели сами. Что ж, ну, это пока что все новости, которые известны. Как выходят новости новые какие-либо по фармингу, я сразу же про них говорю. Как уже говорил, ссылочка на сайт разработчиков в описании. Что ж, на этом все. Ждем выход 2022 фарминга. Встретимся в следующем видео.